Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Попробовал я на общем тесте этот новый и уже достаточно широко разрекламированный первоапрельский режим и готов поделиться впечатлениями и высказать свое по возможности беспристрастное мнение насчет того, что в нем понравилось, что нет и стоит ли вообще на него тратить время. Начну с плюсов. Если вы мечтали оказаться на уточке в джакузи, стоящей в детской комнате, то у разработчиков неплохо получилось создать атмосферу погружения. Сделано все миленько и поначалу это хочется порассматривать, особенно окружение за пределами джакузи. И комнату, и даже балкон с накрытым столиком. Дизайн уровня мне показался как минимум интересным для такого стиля, а внук так и вовсе был в восторге. Следующий плюс – это новые механики и расходники, которые может быть интересно попробовать. Тут и мины, и механика отталкивания от кораблей, включая союзные. Мысль о том, чтобы ввести в рандом такое вот отталкивание от союзников вызывала улыбку, как и отталкивание от островов. Представляете, подходит такой завсегдатой унылого стоялого к своему островку и раз и отлетает назад. Желательно, чтобы в самую гущу боя. За такую механику в рандоме многое бы отдал. И чтобы край карты тоже пружинил, коснулся и отлетаешь в самый замес. В общем, в первые минуты нахождения в этом режиме достаточно интересно было пощупать все эти новшества. Однако потом быстро понимаешь, что при кажущейся внешней детскости и аркадности режима эффективно играть в него достаточно сложно. Особенно поначалу. Корабли-уточки ведут себя на воде несколько иначе, чем привычные нам обычные лодки. Снаряды летят тоже иначе. Ко всему этому надо привыкать, переучиваться. Иначе поначалу будет даже сложно попасть в цель даже на небольшом расстоянии. Плюс очень многое здесь завязано на расходниках. Причем для эффективного боя их надо применять сразу несколько одновременно. Например, ускорение, чтобы резко сблизиться с соперником. И потом мины, которые здесь являются гораздо более эффективным оружием, чем главный калибр. По сути, тут эффективная тактика заключается не столько в пострелушках, сколько в том, чтобы выбрать удачный момент, ворваться, накидать мин, не нахватать вражеских мин в ответ самому и вовремя уйти, а прыгнуть из замеса. А по стрелушке уже дополнительная опция. Мин здесь много. Они есть у всех типов уточек, как и ускорения. Поэтому все это подталкивает к бодрой динамичной свалке. Но лично у меня за первые четыре боя, что я сыграл на каждом типе уточек, не особо получилось реализовать такие бодрые врывы на практике. Так как во время бросков мин вблизи соперников я сам выхватывал пачку вражеских мин. Так что эффективной боевой уточки из меня не получилось. Но уже после первого-второго боя у меня пропало желание совершенствовать свое мастерство в таком режиме боя и вообще продолжать в него играть. Доиграл через силу еще два боя, чтобы опробовать все типы уточек и с облегчением пошел в нормальные бои тестировать новую экономику. Кстати, итоги этого тестирования уже есть на бусте. Рекомендую, так как выводы оказались неожиданными. Уточки же явились не тем, во что лично мне хотелось бы играть больше, чем несколько боев. Но это уже, конечно, чисто субъективная оценка. Объективно, каждому стоит как минимум зайти в этот новый режим, чтобы оценить забавную атмосферу, новые механики. А там, глядишь, может затянуть и понравиться. Или не понравиться. Но попробовать стоит. Такая вот картина маслом. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджида.